Добрый день, уважаемые масс-медиа, уважаемые граждане. Закончилась очередная парламентская сессия. Партия социалистов традиционно отчитывается о том, что мы сделали в процессе той или иной работы. Поэтому сегодня мы предоставим отчет о том, что мы сделали в социальном направлении, в медицинском направлении, что фракция партии социалистов предлагала в парламенте, обсуждала в парламенте, поддерживала в парламенте те инициативы правительства, которые были в этом политическом сезоне. С вашего позволения, госпожа Аладдарованная, расскажет о социальной части, затем я уже продолжу по другим вопросам. Пожалуйста. Пожалуйста. Это было только в 1992. И я повторяю еще раз, почему мы получили очень сложные сезоны, очень, очень сложные сезоны. В первую очередь, pandemia, которая не стрикает все планировали. В вторую очередь, ситуация parlamentарная, когда была создана новая компонентная фракция, группа parlamentарная, и, в третью очередь, состояние опозиции, на последней сезоне, которая, в последней сезоне, полностью скрепляет фаа, полностью скрепляет института парламентарная. Мы очень трудно. И, в последнее время, фракция парламентарная, в коммун с президентами страны, в коммун с гуформом, ори, что мы о команде, мы оформляем, мы оформляем и обработке, и обработке контролем, о многих проектовах, и акты, в этом периодах, в этом периоде. Я оформляю, в continuу, на эти проекты, которые мы предложили, в конце лета 2019, и которые были выполнены. Ори, чтатеринские должны быть, что мы должны делать, мы, парламентарии, не дожим на трюбун и скажем, Ам elaborат, ам фэкут, ам пропус. То есть мы, ам elaborат проекте социале, или я говорю только на домене общества, и не только проекте социале, но и мы находимся в коммуне с эфира гуернаментал, то есть источники целей акции этих проектов. Мы решили не так, как мы могли бы сделать. И если у нас был кредит, который был в 200 миллионов миллионов, который был распин, и здесь не о том, что я говорю, и не о том, что они были, или не о том, что они были, или не о том, что они были, у них я хочу отметить, что гуернумы снова демарат договорили для того, чтобы ренегоцировать договорили и чтобы обеспечить эти 200 миллионов миллионов, которые, в большей части, будут быть локаты для различных престаций. 1. Акордание финансового финансового уник в мэрине 700 рублей. Для первого года, в 2020 году, этот спор финансированный о себе актуал два раза. Первый год, на 1-е инваре, или первые 700 лей, на 1-е инваре, у получили 580 000 бенефицировать. Но для 1-е инваря, когда будет платишь эта сумма в 2-е, за эту сумму в 700 лей, мы уйдемы в ареа персоанилори, которые учатся в эту категорию в бенефициари, а здесь se referя пенсионари и все люди, которые beneficяются в алисоте иностранные. И уже, в 1-е инваря, в 1-е инваря, 660 000 бенефицировать. Действие, здесь, в том числе, в душе, по-друге, которые получили очень много эти 600 лей, что они примутся неопыратно в год в 2020, так как мы поможем. Реизминание пенсионов. Это очень важно. Ори, если они продолжают работать, если они продолжают пенсии, они contribуют на формирование фондов, но они не дешевают пенсии. Как вы знаете, этот процесс с демаром в 2019, но, опять наше предложение, в 2020, в 2020, это будет 2 раза в год. На 1 январе, они получили более 3 тысячи пенсионов, которые в состоянии неопыратно в состоянии, и на 1 январе, уже получили цереры для реизминания пенсии, более 14 тысячи. То есть, что мы будем думать, что процессы получения церилов был закончен, так как цифра предназначена, была чуть более 13 тысячи пенсии. Мы очень рады, что мы получили эту реизминание. Пенсия после реизминания практически са дублата для этой категории, и церкви, и церкви, и церкви, и церкви, проблема creatа с рандурой на гишеи организацией организацией социальной, са венит с модификация модалитетии для заполнения церей для реexаминания пенсии. Эта церей может быть заполнена и в режиме онлайн, начиная с 1 января 2021, когда начинается реexаминание для другой категории. Как мы говорим, реexаминание целори которые были реexаминания, практика, как са финализат. Урмъторул проєкт очень важный, для ассимея, для первого года в Республика Молдова это индексация пенсиилор 2 раза по годам. Чаро и дако этот проєкт а фот критикат и дако Пробавил динвидия, что не у него а решит, и одни не у него не решит. И в результате индексации пенсии, крема, и аут лок на 1 априле, мэримая медиа пенсии индексат пенсии 1.947 лей, пенсии дизабилитата 1.519, и пенсия дъурмащ 1.476. Урмъятоа индексарика а явно место на 1-е октября. Тебе они будут граждаться 690.000 benefitари в пенсии. Идексирование пенсии нужно будет иметь в действии, в действии, в условиях в которые находятся члена-то, в зависимости от того, в зависимости от ситуации монетарной и валютной, и не во время в том, что и это было в прошлом. Има эта модификация И эта модификация была в этом проекте. В этом проекте, урматурный проект был «мажорация пенсии дурмаща». Мы решили, что эти пенсии дурмаща, которые примут детей пыли на возрасте 23 лет, они были «мажораты» до 50% до 75%. Эта пенсия уже получила 9.010 детей, и мэриима медиа пенсии дурмаща в 1044. В cavity 2013 году мы appointима «мажораты» в 2047 году, судя на 2047 году, в первом году «мажораты» вы �еррина «мажораты» и проведена «мажораты» в т частности, в течение букви дурмаща, и как раз «мажораты» в течение времени, в течение временда человека, Эта indemнезащая, в основном, у меня получили 170 людей. Меримая медиа этой indemнезащии, это 1.798 лето. Продолжение следует в этой сезоне, в этой периоде, и в последовании протекции социальной ветеранилой войны. Для этой категории, начиная с 1 января 2020, в 2018 годы в pyramidal Series Life, начиная, после лучmacих Победы на Хвилии. Продолжение следует... ...a urmărit cum aceste proiecte au fost implementate, cum ele au ajuns la cetățeni și care este feedback-ul din partea cetățenilor pentru aceste proiecte de acte normative. Dar mai avem un șâr de proiecte pe domeniul social care sunt în proces legislativ. Ori, procesul legislativ de adoptare a unui proiect de lege de regulă durează în timp datorită procedurii de adoptare. Aici vreau să mă refer la următoarele proiecte despre care o să raportăm deja la finele sesiunii următoare privind implementarea lor. Și anume, diminuarea quantumului pensiei judecătorilor, precum și includerea judecătorilor la vârstă generală de pensionare, ajustarea bazei de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în cazul un accident de muncă sau bală profesională, atribuirea statutului de persoană asigurată persoanelor ce beneficiază de pensii de pe teritoriul altui stat, dar domiceleați în Republica Moldova, atribuirea statutului de persoană asigurată veteranilor de război și includerea acestora în categorie de persoane asigurate de guvern, acordarea quantumului alocației lunare de stat de la 250 la 500 soților soțiilor, participanți la al doilea război mondial sau alți veterani, cei care, cu păreri de rău, au decedat. Reieșind din aceste obiective, reieșind din aceste ceea ce ne-am propus noi să facem și ceea ce am făcut, reieșind din toate activitățile noastre, clar că cel mai bine este să evaluez activitatea cuiva doar în comparație. Noi putem să ne permitem să ne comparăm activitatea noastră cu activitatea pe domeniul social, care a fost în sesiunea toamnă-iarnă la anului 2019. Și vreau să menționez că în acea perioadă, pe domeniul social, s-a reușit doar majorarea quantumului, indemnizației unice la nașterea copilului și semnarea acordului între Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială. Deci să venim cu ideea să vedeți diferența. Ce s-a făcut de către fracțiunea parlamentară PSRM, de către președintele țării, de către guvern, ori suntem toți o echipă în toată această perioadă. Ca să nu mă refer și la o mulțime de acțiuni care au fost în perioada excepțională efectuate nemijlocit doar de guvern prin atribuțiile sale. Și aici foarte mulți cetățeni au beneficiat de indemnizații de șomaj, dar țin nemijlocit de activitatea guvernului și de aceea nu o să mă refer și la aceste indemnizații. Dar au fost acordați 2.775 lei la o are foarte lărgită de persoane care necesitau acest ajutor. Aceasta a fost ceea ce am vrut să vă spun, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, pe raportul nostru pe domeniul social în această perioadă al sesiunii, primăvară-vară al anului 2020. Dom, Vladimir. Уже коллеги, я дополню по некоторым другим вопросам то, о чем не говорила госпожа Дороганая. Наша фракция помимо социальных вопросов также разрабатывала и поддерживала все те инициативы, которые касаются медицинского направления нашей деятельности. Система здравоохранения, система обеспечения медицинскими препаратами, медицинскими изделиями и в целом система обеспечения больниц, поликлиник и других медицинских учреждений. Некоторые проекты закона, которые нам удалось разработать, удалось принять, найти под это финансовое обеспечение. Речь идет о, как вы знаете, выплату докторам, которые участвуют в борьбе с ковид, которые на первой линии, не только докторам, но и медсестрам, младшему персоналу, которые занимаются этой проблемой. Мы все прекрасно знаем, что на сегодняшний день огромное количество врачей вовлечено в это, огромное количество волонтеров, огромное количество студентов медицинского университета имени Тестемицуану занимается этим вопросом. Совершенно бескорыстно отдаются этому делу. Мы им еще раз премного благодарны. В этой связи хотелось бы отметить, что правительство нашло средства для того, чтобы им найти деньги и выплатить по 16 тысяч лей тем, кто, к сожалению, заразился, до кого дошла эта инфекция ковид-19. Не только врачам, как вы знаете, это все те, кто участвует на первой линии, и полицейские, и пограничники, и социальные работники, и другие служащие, все те, кто участвует в работе на первой линии. Следующий очень важный вопрос. Вы знаете, у нас была проблема такая, помимо того, как сказала коллега, дарованная глобальных проектов, это 700 лей, это пенсионеров, это индексации пенсий, которые охватывают сотни тысяч бенефицаров. У нас есть и точечные, локальные проблемы наших граждан. Одна из них, опять же, пенсионная проблема тогда, когда наш гражданин, который выплачивал взносы, платил налоги в государство, в государственный бюджет, в кассу социального страхования, в кассу медицинского страхования, при этом, при всем, он имеет возможность получать пенсию в любой другой стране за границей, лишается бесплатного медицинского обслуживания у нас в стране. Это неправильно. Таких людей тысячи, которые имеют возможность получать пенсию за границей. Как правило, мы знаем, что в большинстве случаев там пенсия выше. Поэтому люди отказываются от пенсии в Республике Молдова и получают пенсию в Российской Федерации, в Румынии, в странах Европы и так далее и тому подобное. В этой связи мы решили эту проблему несправедливости. На сегодняшний день принят окончательно проект закона о предоставлении бесплатного медицинского полиса всем тем пенсионерам, которые получают пенсию за границей и являются гражданами Республики Молдова. Потому что эти люди выплачивали налоги нашей стране, эти люди работали на эту страну, они ее строили. Следующий очень важный момент – это момент повышения зарплатной платы врачам. Как и обещал президент, как и говорило правительство, и мы в парламенте за это проголосовали, будет поэтапное увеличение на 100% в разных пропорциях медикам. Абсолютно всем, не только докторам, но и младшему персоналу обязательно. Даже, вы знаете, очень часто, особенно в этой борьбе с COVID, большое количество времени с больными COVID проводят работники кухни, медсестры, санитары, которые заходят туда очень часто, которые откликаются на все вызовы этих больных. Этим людям особенно нужна поддержка. Помимо этого, хотелось бы отметить, что мы выступали всегда, и для нас это был категоричный вопрос, вопрос здорового образа жизни, вопрос общего состояния здравоохранения Республики Молдова. И я хочу сказать о том, что, к сожалению, у нас на сегодняшний день есть вещи, которые провоцируют заболевания. Одна из них – это табакокурение. И наша фракция традиционно занимается этими вопросами. Один из них – это запрет выкладки сигарет, того, чтобы визуально люди при покупке в магазине, на автозаправочной станции, в маленьком магазине, либо в супермаркете, либо в любой другой точке продажи не видели этот продукт. В первую очередь это касается детей и уровень курения среди детей, к сожалению, пока растет. К сожалению, пока курильщик молодеет. Средний возраст все младше и младше. Поэтому в этом вопросе мы будем и так дальше выступать за запрет выкладки, за уточнение законодательства. Хотелось бы доложить, что на этом этапе, к сожалению, не все получается. К сожалению, несмотря на добрые намерения министров, некоторые функционеры видят ситуацию по-своему, либо им подсказывают видеть эту ситуацию по-своему. Но мы закроем и этот вопрос и придем к тому, к чему мы обещали. К тому, что те вещи, которые вызывают зависимость, должны быть максимально ограничены. Следующий очень важный вопрос, который мы обещали, который также на сегодняшний день, я надеюсь, в процессе финальном, это вопрос инструкции на русском языке. Как вы знаете, мы договорились с производителями, с поставщиками медикаментов из-за рубежа, с местными дистрибьюторами о том, что инструкция на русском языке будет выдаваться по желанию распечатываться, по желанию или по просьбе пациента, клиента в аптеках. Проект закона, соответствующий, прошел все стадии обвизирования с обществом, но, к сожалению, опять же, на уровне некоторых функционеров мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. И мы обещаем избирателям то, что мы этот вопрос осенью закроем, и мы убедим и подскажем некоторым коллегам из различных структур, мелким чиновникам, у которых свое видение на эти вопросы, видение, которое отличается от сотен тысяч потребителей нашей страны. В целом бы хотелось подчеркнуть, что несмотря на ситуацию с ковидом, несмотря на мировой экономический кризис, не было задержки заработных плат, которые наблюдались в декабре месяце, за ноябрь при предыдущем правительстве, не было задержки пенсии и других выплат, не было задержки перечислений больницам, особенно стратегическим больницам, которые занимаются ковидом, этого не было, не было задержки врачам. Да, были жалобы на то, что та надбавка заработной плате, о которой мы говорили, которая реализуется, она была реализована на уровне менеджмента больниц не всегда справедливо. И такие сигналы к нам поступали, я об этом говорил не один раз и буду говорить. Но здесь вопрос менеджмента больниц, и мы этот вопрос также решаем. Сессия сейчас закончилась, мы не уходим в отпуск и мы не будем отдыхать. Мы усилим парламентский контроль за расходованием бюджетных денег, за тем, чтобы все то, что выделяется персонально докторам, медсестрам, санитарам, нянечкам, доходило до конкретных людей. И для нас это важно. На сегодняшний день я подчеркну, как сказал премьер-министр, на счетах 9,4 миллиарда леев остатков. Денег достаточно в стране для социальных выплат, для поддержания и, более того, развития системы здравоохранения, для того, чтобы обеспечивать людей всем необходимым. Мы и дальше будем продолжать работать и заботиться о людях. Если у вас есть какие-либо вопросы или уточнения, мы готовы на них ответить. Спасибо большое.